В Украине продолжается вступительная кампания. Сегодня стартовала подача документов абитуриентов в университеты. О новшествах поступления и о том, какие учреждения высшего образования предпочитают поступающие, смотрите далее в сюжете. Стартовал главный этап вступительной кампании в университеты 2018. С 12 июля в электронных кабинетах абитуриентов появилась возможность подачи заявлений в учреждения высшего образования Украины. Многие молодые люди приходят в приемные комиссии университетов, чтобы лично подать оригиналы своих документов. База работает хорошо, электронных заявок очень много в Национальном университете Одесской юридической академии. И мы видим, что приемная комиссия Национального университета Одесской юридической академии заполнена абитуриентами. Многие абитуриенты, в том числе и со всей Украины, приезжают для того, чтобы не только в электронном виде подать документы, а уже предоставить оригиналы и засвидетельствовать свое стопроцентное предпочтение Национальному университету Одесской юридической академии. Также много абитуриентов приходит в наш бесплатный консультационный центр помощи абитуриентам, который создан по инициативе президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова, для того, чтобы получить консультацию и помощь в электронной подаче документов. Одесскую юракадемию абитуриенты выбирают за высокий уровень профессорско-преподавательского состава, качественные знания и современную материально-техническую базу университета. В этом году Одесская юракадемия традиционно стала лидером в рейтинге университетов, в которых зарегистрировались наибольшее количество абитуриентов для поступления на магистратуру. Я из Житомира. Я очень долго думала насчет выбора университета, потому что это очень важно. И из всех университетов Украины я выбрала Одесскую юракадемию, потому что я считаю, что именно тут я получу ту нужную базу каждому, и что именно здесь я смогу стать сильным профессионалом. Я выбрала социально-правовой факультет, и именно его я ставлю первый приоритет. Я приехала подавать документы, потому что в электронной визе очень много проблем, иногда виснет, ты не знаешь, как правильно подать, боишься что-то неправильно сделать. А так как я знала, что тут есть центры, где помогают абитуриентам, я решила сразу приехать и подать оригинал. Еще при поступлении в 11 класс я задумался о профессии, хотел стать юристом, адвокатом. И передо мной стал выбор университет в Одесских, и получается так, что юракадемия – это самый более направленный университет из всех остальных, которые там были выбором. Я поставил приоритет на него, и поэтому решил поступать именно сюда. Юридическую академию я выбрала, потому что здесь учились мои родители, все мои тети-дяди крестные, это можно сказать юридическая династия. Факультет я выбрала несколько, так как не определилась в должной степени. В приоритете у меня прокуратура и следствие, потому что мой папа – прокурор, политология, потому что я хочу быть политологом. Политологию я выбрала, потому что очень большие перспективы на будущее. В первый день вступительной кампании многолюдно также и в Международном гуманитарном университете на Фонтанской дороге 33. Абитуриенты со всей Украины съехались сюда, чтобы подать документы на поступление. Помогают им специалисты. «Хотелось бы отметить, что на базе приемной комиссии Международного гуманитарного университета работает Центр помощи абитуриентам в помощи в создании электронного кабинета, а также в подаче электронного заявления. Центр работает без выходных. Также создан телефон горячей линии, по которому каждый абитуриент может получить квалифицированную помощь сотрудника приемной комиссии в помощи в создании электронного кабинета, а также в подаче электронного заявления. Мы ждем всех абитуриентов по адресу город Одесса, улица Фонтанская, дорога 33. Без выходных. Поступающие подают документы в Институт права, экономики и международных отношений, Одесский медицинский институт, факультет искусства и дизайна, а также факультет лингвистики и перевода. Я выбрала факультет лингвистики и перевода, потому что мне это очень нравится. И в школе у нас был еще факультет, ну как бы кружок китайского языка. Я туда ходила, мне очень понравилось изучать историю, культуру вообще Китая. Я выбрала этот университет, потому что здесь преподают носители языка. И я считаю, что я получу здесь очень большой опыт и потом просто смогу показать свои знания. Я вырвала Международный лингвентальный университет, потому что тут можно получить сразу два диплома, как юриста международника, так и переводчика. Мне кажется, намного лучше. Я еще читала отзывы, говорят очень хорошо, отлично, нужно учиться. Все были довольны, даже выпускники, и потому меня заинтересовало, и я хочу сюда. Подача документов в университеты для выпускников 11 классов и колледжей продлится до 26 июля. А регистрация электронных кабинетов, поступающих, завершится 25 июля. Также в Украине продолжается вступительная кампания в колледжи. Выпускники 9 классов могут подавать документы до 14 июля, а выпускники 11 классов – до 10 августа. При Одесской юрокадемии и Международном гуманитарном университете открыты консультационные центры помощи абитуриентам, где поступающим бесплатно оказывают помощь в создании электронных кабинетов, регистрации и подаче документов, а также детально консультируют по всем вопросам вступительной кампании этого года. Оба центра обеспечены современными компьютерами с бесперебойным интернетом, а помощь абитуриентам оказывают квалифицированные специалисты, которые прошли специальную подготовку.